Завершилось рекордное путешествие на воздушном шаре. Леонид Тюхтяев и Трой Брэдли завершили свое путешествие на воздушном шаре через Тихий океан протяженностью 8465 километров. Зонд NASA сфотографировал на карликовой планете Церера странный источник света. Специалисты не могут пока определить природу объекта. Сотни тысяч китайцев пострадали от снегопада. Власти оценили прямой экономический ущерб в 25,5 миллионов долларов. А вот в Польше стать депутатом Нижней палаты Национальной ассамблеи хочет транссексуал Анна Гродска. Певица Лсу исполнила главную песню к фильму «Дисней Золушка». Убежденная холостячка из Татарстана в 76 лет выскочила замуж. Сакину Кашапову родители воспитывали в строгости. Только после их смерти бабушка позволила себе взглянуть на противоположный пол. Челнинские скауты навестили ветеранов и тружеников тыла. Они вручили им благодарственные письма, памятные подарки и цветы. Казанцы спасли собаку, которая провалилась в канализационный люк. Коммунальное предприятие, которому принадлежит открытый люк, отказались позволять животное из-за подни. И тогда на помощь пришли обычные горожане. Девять школ Казани попали в список лучших по России. В перечень вошел и лицей имени Лобачевского. Сегодня ожидается сильный снег, минус 4 градуса. Курс доллара составляет 68,73 рубля. Евро 77,57 рубля. Сегодня ты увидишь, как юные лицейсты сражались на турнире по робототехнике, а также узнаешь итоги Кайдаровского форума 2014. Все это и многое другое на универсмотре ровно в 18.00. Не пропусти! Кайдаровского форума Кайдаровского форума Кайдаровского форума